Продолжая изучение земной жизни Иисуса Христа, Его служения на земле, мы будем читать место, которое повествует также о служении Иисуса Христа, о Его делах, которые Он творил. И будем читать место, записанное в Евангелии от Луки, в 5 главе, с 12 по 16 стих. «Когда Иисус был в одном городе, пришел человек, весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, «Хочу очистись». И тот час проказа сошла с него, и он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился». Братья и сестры, вот место, которое мы прочитали, оно напрямую говорит о том, что Иисус Христос не был безразличен к нужным людей. Более того, он не просто был небезразличен, он участвовал в этих нуждах. Он всем показывал, что люди, которые страдают физически, страдают духовно, душевно, они ему небезразличны, и он пришел для того, чтобы поучаствовать в жизни этих людей. Братья и сестры, в нашей жизни Иисус Христос совершил то же самое. Он поучаствовал в наших с вами нуждах. И мы являемся свидетелями того, что Иисус Христос явил нам даже гораздо больше, чем просто освобождение от каких-то физических проблем. Он дал нам освобождение от наших духовных проблем, дал освобождение от греха. Вы знаете, Иисус Христос, вот на примере вот этого места, которое мы прочитали, показал нам, как нам нужно работать с людьми, как нам нужно обращаться с людьми, как нам нужно действовать в нашей церкви. И место, которое мы прочитали, говорит о том, что Иисус Христос участвовал в освобождении этого человека от серьезной болезни, и Он засвидетельствовал людям, что Он не просто обыкновенный учитель, Он тот, который может дать полное освобождение. И мы прочитали о том, что Он запретил этому человеку говорить, но тем более распространялась молва о нем. Это своего рода, как кому-то сказать, не говори. Если человек что-то переполняет, он никак не может молчать. Он все равно будет говорить. Он все равно будет свидетельствовать. Вы согласитесь, когда вам сказали какую-то новость интересную, можете ли вы молчать? Ну, если у вас, наверное, сила воли серьезная такая, хорошая, то вы сможете. Но большинство людей переполняет чувства, если это радостная весть. Они будут говорить об этом. Говоря немножко об этой болезни, я думаю, мы все прекрасно знаем, о чем идет речь. Это серьезная болезнь, которая была серьезной болезнью, серьезной проблемой для человека. И если он заболевал, он не только получал какие-то физические мучения, люди его отвергали. Люди, которые заболевали этой болезнью, они жили отдельно, находились в специальном месте. Они лишались всего. Лишались своего здоровья, лишались общения со своими близкими, лишались какого-то положения в обществе, которое они, может быть, занимали. И вот если мы смотрели когда-то фильм «Христианский Бенгур», то мы видим, как этот человек, который когда-то был в хорошем положении, жил хорошо, и вот когда коснулась его эта болезнь, то насколько жизнь его изменилась. Насколько страдания плоти и страдания душевные и просто отвержения людей, которые его когда-то окружали, нанесли ему серьезные мучения. В жизни вот этого человека, который пришел к Иисусу Христу, мы не знаем, кто он был, но мы видим, что он, может быть, получил какой-то шанс, зная о том, что ходит учитель, который врачует, который освобождает. Может быть, он захочет, и он так и говорит, «Если хочешь, очисти меня. Если у тебя будет только желание, может быть, у тебя не будет желания, но это мой шанс, и я хочу его использовать». И он пришел к Иисусу и получил освобождение, и радость переполняла его, он пошел свободным, он пошел очищенным. Для нас это является примером, и Рик Уоррен в своей книге «Целеустремленная церковь» выделяет три момента, которые в жизни Иисуса Христа, в его служении мы можем с вами использовать. Я хочу просто их назвать. Это то, что Иисус Христос очень любил людей. Очень любил людей. В Евангелии от Матфея, в 9 главе, 36 стихом, мы читаем о той истории, когда Иисус Христос увидел людей, и он сжалился над ними. Он увидел, что они ходят, как овцы, не знающие пастыря. Они были рассеянные, они были порой без резк к существованию, они были больными. И самое главное, они имели потребность в том, чтобы кто-то духовно освободил их, потому что они были духовно зависимы. Второй момент. Он восполнил их нужды. Иисус Христос участвовал в нуждах людей. Он кормил людей. Он заботился о их физическом состоянии. Он видел то, что они нуждаются в освобождении просто от болезней, и он участвовал в этом. И также в Евангелие от Матфея, в 15 главе, подтверждение этого мы читаем в 30 стихе следующее. «И приступило к нему множество народа, имея с собой у хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их ногам Иисусову, и он исцелил их». Это только один пример того, как Иисус Христос поучаствовал в жизни этих людей. Их масса, их масса этих примеров, и мы можем их найти на странице Священного Писания. Следующий момент, который можно выделить в жизни Иисуса Христа, он учил интересно и практически. Вы помните, когда Иисус Христос обращался к людям, Он использовал примеры из жизни для того, чтобы людям было понятно и для того, чтобы людям было доступно то, что Он говорит. И вот, говоря немножко подробно, давайте остановимся на первом моменте, который выделен. Иисус Христос очень любил людей. Любовь – это то чувство, которое позволяет делать многое. И в первом послании Иоанна, 4 главе, 8 стихом, мы читаем, что «кто не любит, тот не познал Бога». Кто не любит, тот не знает того, кто даёт силу делать великие дела. Любить не только братьев и сестёр по вере, но любить людей, которые находятся вне церкви. Людей, которые далеко от Бога. Вы знаете, существует такое двоякое мнение, что если церковь, одно мнение, если церковь маленькая, и в ней собрана такая определённая группа людей, и туда мало кто идёт, одно мнение является, что эта церковь настолько святая, что другие просто не могут там уместиться. Другое мнение – это церковь, которая не принимает в себя других людей, не может принять в себя и вместить тех, которые немножко отличаются от них. И то, и другое плохо. Иисус Христос показал, что Он может вмещать разных людей. Он любил людей, которые по нашим меркам являются падшими, заблудшими, людей, которые являются, может быть, стоят на самой последней ступеньке общества. Он любил блудниц, Он любил взяточников, Он любил людей, которые были грешниками, грешили другими грехами, но Он не любил грех, который был в этих людях. Он не любил грех, и Он всячески пытался показать этим людям, что Он любит их, и эта любовь способна освободить их от этих грехов. Мы вспомним, когда Он встретился с Захеем, и Захей позвал его к себе в дом, и реакция людей какая была на это. Но дальше действия, которые произошли в жизни этого человека, Он сказал, что Он готов отдать, Он готов воздать тем людям, которых Он обидел. Мы помним, когда Он встретился с Самарянкой, и мы видим, что последствия этой встречи были то, что жизнь этой женщины изменилась в корне. Она готова была идти и рассказывать всему городу о том, что она встретила того, который изменил ее жизнь, и который способен помочь им. И масса других примеров. Братья и сестры, если мы любим людей, мы способны делать многое. Если у нас нет любви, наши слова остаются пустыми, и никто не будет нас слушать. Говоря о том, что Иисус Христос восполнял нужды людей, мы говорим о том, что это было не просто для того, чтобы как-то физически помочь. Да, Он готов был помочь, и Он помогал. Но это было поводом для того, чтобы совершить то дело, для которое Он пришел. Он совершал эту, как мы сейчас говорим, евангелизацию для того, для того, чтобы нужды людей послужили к тому, чтобы они были способны слушать. Когда они нуждались в пище, Иисус Христос, видя их нужды, давал им эту пищу, насыщал их, и говорил им истины, которые должны были касаться их сердец. Вы знаете, если мы смотрим на совсем недавнее прошлое, то мы видим, что церковь была всегда зданием, которое привлекало к себе людей. И не только здание, а то, что происходило в этой церкви, привлекало людей, привлекало то общество, которое жило вокруг этой церкви. Даже живя здесь, в Америке, мы видим, что даже в самой последней деревушке есть церковное здание, которое наряду с другими зданиями, такими, как, я не знаю, пост-офис или полицейский участок, или что-то еще, обязательно должна быть церковь. Церковь – это место, куда люди стремятся, стремились, по крайней мере, не так давно, для того, чтобы получить пищу для своей души, и также получить какое-то благословение, какую-то поддержку. Если мы смотрим на те места, откуда мы выехали, то, говоря о православной церкви, то мы видим, что также во времена не так далекие церковь была местом, куда люди приходили для того, чтобы получать образование. Это как церковно-приходская школа. Это место, куда люди приходили для того, чтобы совершать какие-то свои гражданские нужды, для того, чтобы получать какую-то поддержку. Увечные приходили туда для того, чтобы получать помощь. То есть, другими словами, Церковь привлекала всегда людей. Пастор – это был человек, который был авторитетом. Говоря о сегодняшнем времени, мы видим, что всё поменялось. И сегодня церковь далеко не самое первое место, куда люди идут, и пастор не всегда является авторитетом. И люди, которые слышат от церкви, не всегда говорят о том, что это место, которое отличается от других мест, зачастую даже высмеивают эти места. Но почему это произошло? Потому что люди, которые зачастую нуждаются в поддержке, которые нуждаются в восполнении своих нужд, не находят это в церкви. Иисус Христос показывал, что Он может участвовать в нуждах людей. И в послании Якова во второй главе мы читаем в 15-16 стихе, когда Яков пишет о том, что если ты видишь брата своего, который нуждается, и не участвуешь в его нуждах, ты грешишь. Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребность для тела, что пользы? Что польза, если мы учим, но мы не можем участвовать в нуждах людей? Вы знаете, я на своей практике испытал это. Мне довелось принимать участие в служении в Петербурге, в одном из районов. И когда там начиналась новая церковь, люди, которые там жили, они очень холодные. Вообще в Петербурге люди очень холодные такие, надо сказать. Но в этом районе не было церкви. В этом районе не было никогда церкви. Там была когда-то, когда-то давным-давно старообрядческая церковь, но она жила такая-то отдельная. И люди, даже те, которые считали себя православными, ездили в другой район. И вот там началась церковь. Несколько человек из братьев начали организовывать служение и искали подход. Как начать? С чего начать? Что делать? И вы знаете, Бог дал мудрости обратиться в общество. Там было много-много людей, которые состояли в разных социальных обществах. Многодетные семьи, инвалиды, ветераны и так далее. Очень много людей. И Бог дал мудрость обратиться в это общество и просто собрать людей для того, чтобы сделать какие-то подарки, как-то помочь на Рождество, как я сейчас это помню, и поучаствовать в нужных людей. Вы знаете, Бог благословил. Да, там не создалась большая церковь, но там создалась постоянная группа людей именно из тех, которые когда-то получили какую-то поддержку. Далее ощутили поддержку, ощутили помощь конкретную. Не просто слова, а на деле ощутили материальную поддержку и стали готовы слушать то, что Бог будет говорить им. Учение Христа было практичным и интересным. Он начинал с нужд людей. Он начинал с нужд людей, конкретных нужд, которые людей тревожили. Пример мы читаем, опять же, в Евангелии от Луки, в 4 главе, 18-19 стих. Слова, которые звучат следующие. 4 глава, 18-19 стих. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Господь был послан для того, чтобы помогать таковым людям исцелять сокрушенным сердцем. Сокрушенный сердцем человек – это человек, который понимает, что он находится в плачевном состоянии. Он не знает, как ему выбраться из этого положения. Но, видя эти нужды, этих людей, он практически интересно доносил то, что они могут получить освобождение только в нем. Иисус понимал состояние людей. Иисус понимал то, что им трудно и тяжело. Иисус, видя их нужду, показывал, что есть источник выхода из сложившейся ситуации. Вы знаете, сегодня люди не имеют никаких абсолютов. Вот спросите, у кого есть какая-то абсолютная истина? И каждый скажет, что у меня вот своя, у другого своя. И люди в сегодняшнем состоянии далеко от истины. И мы вспоминаем слова Пилата, который когда-то, когда Христос стоял перед ним, он сам спросил, что есть истина? Что есть истина? Что на самом деле является истиной? И сегодня люди хотят как-то получить облегчение в своей жизни, может быть. Когда тяжело, когда трудно, они хотят получить облегчение. И далеко не все хотят получить ту истину, которая делает их абсолютно свободными. Далеко не все. Получая какое-то облегчение, мы зачастую видим, что человек обращается вновь к своим грехам. Но Иисус Христос, видя то, что они нуждаются, в чем они нуждаются, он доносил это практически понятно и объяснял людям действительно, в чем же находится их проблема, где корень этой проблемы, где находится, где нужно получать освобождение. В послании к Ефесянам, в 4 главе, 29 стихом, мы читаем о том, что слова, которые мы должны говорить, они должны быть добрыми и приносить назидание в вере. Вот то, что мы говорим людям, да, мы должны обличать их грех, но мы должны доносить им такие слова, которые для них будут ободрением и помощью в их нуждах и в вере. Братья и сестры, заканчивая, я хочу подвести итог и сказать, что в нашей жизни должно быть то же самое, что было в жизни Иисуса Христа. Мы должны любить людей, мы должны восполнять их нужды, и мы должны быть интересны и практически применимы в их жизни. Пусть Бог нас в этом благословит. Мы будем сейчас молиться, просить благословения на наше служение, и также попросим благословения на воскресную школу. Аминь. Будем молиться. Господь Всемогущий, слава Тебе и хвала за то, что Ты пришел в этот мир и оставил пример того, как мы должны поступать, как мы должны служить, как мы должны доносить весь Твою людям, которые окружают нас и которые нуждаются в освобождении и нуждаются в том, чтобы их жизнь наполнилась любовью и радостью. Господи, помоги нам быть Твоими служителями, помоги нам действительно искренне от всего сердца служить Тебе и дай нам иметь любовь Твою, Господи, чтобы любовь Твоя, которую Ты нам даешь, была видна для других людей, чтобы мы были искренними и понятными для них, Господи. Благослови нашу церковь, благослови служение наше. И также прошу Тебя, Господи, благослови детей, когда они сейчас пойдут на занятия в воскресной школе. Благослови их там, Господи, дай им, чтобы они также с детства принимали те истины, которые Ты хочешь им дать. Благослови преподавателей, благослови всех, кто будет принимать там участие. За все будь прославлен и возвеличен. Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сын и Святой Дух.